Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о вот такой небезызвестной штуке. Это ароматизатор или освежитель, кому как удобнее называть, воздуха для автомобиля от японской компании Якоша. Я думаю, всем любителям правых рулей они довольно хорошо известны. Поговорим об истории компании и распакуем эту штуку. Параллельно я постараюсь комментировать, как отличить подделку. Заодно не узнаем ни подделкой случайно это, потому что эту я купил просто в магазине автомобильном у себя в городе. Хотя магазин в общем-то почетный, называть я его не буду, должно быть все хорошо. Итак, приступим. Сама компания Якоша, как это не удивительно, появилась в Японии в середине прошлого века. Ее вообще основал магазин электроники. Это их был такой суббренд. И начали они вообще свою историю, не выпуская освежитель для автомобилей, а выпуская такие полуэлектронные устройства. Ну не забывайте, что бренд основал магазин электроники, которые сами брызгали. Сейчас я постараюсь вставить где-нибудь здесь картинку. Вы наверняка подобные видели даже в России у кого-нибудь дома, в туалетах стоят такие штуки, которые пшикают в туалете освежительным воздухом регулярно там в какое-то время, как настроите. Так вот и Коша началась именно с таких вещей. А уже привычные нам консервные банки с меловым ароматизатором появились только в годах в семидесятых. И что ж, они почти неизменно дошли до наших лет. Картинку там первой версии я тоже, наверное, найду, вставлю вам здесь. А сейчас мы посмотрим на то, как выглядит современная. В общем, эта штука... На ней были наклейки российские о том, что ввезена она официально, кто импортер, инструкция на русском языке была наклеена. Я все это ободрал, потому что это портит вид коробочки. И, кстати, коробочка. Ее вид это первое, на что вам стоит обратить внимание, когда вы задумаетесь приобрести это так же там в тупую в каком-нибудь магазине, как я. Коробочка важна. И она непростая. Как вы видите, это... Она заклеенная со всех сторон. И вот здесь вот есть пунктирчики для того, чтобы ее сломать и открыть. Это как раз определенно плюсик в сторону того, что это, скорее всего, оригинал. Потому что у реплик чаще всего коробочка открывающаяся-закрывающаяся с таким язычком. Я сейчас постараюсь у себя где-нибудь найти подобную коробочку, чтобы вам показать, о чем я говорю. Да, вот, к примеру, другая коробочка. Видите? Вот такие язычки. Так вот, у реплика и коши вот здесь как раз язычок, благодаря которому коробочку можно открыть и закрыть несколько раз. Это, если видеть такую коробочку, сто процентов реплика. Настоящая коробочка одноразовая. Вот здесь у них указан по коду... Ну, то есть, А16 это название конкретного вкуса, запаха. Вы можете пробить на сайте, какой код что означает, если вы способны прочитать на ней. Ну, здесь есть название этого вкуса на английском с другой стороны. Вот. Не знаю. Шауэр колонн. Это, скорее всего, какая-то склейка слов душ и одеколон. Ну, как она пахнет, я еще не знаю. У меня такой никогда не было. Но, я думаю, мы в конце распаковки... Я попробую вам описать, чем она пахнет. Начнем. Итак, вот наша баночка. Достаем ее. В комплекте есть бумажечка, естественно, на японском. Как это правильно открыть. Как использовать, чтобы пахло долго и вкусно. Ну, и реклама других произведений Экоша. Может, сейчас набирают также популярность вот такие вот. Они называются не Эр Спенсер, а гига или жижа, если вам так больше нравится. Это просто такие вставки на дефлектор. Есть уже какие-то и в распылителях. Вот, я не знаю, мне одному кажется, что все эти штуки похожи на упаковки с презервативами. Хотя, возможно, так они даже лучше продаются. Баночка железная. Здесь консервная открывашка. Почти все написано на Кане. Ну, то есть, на Хирогане и Катакане. То есть, на самом деле, там понять, там перевести все это особо большого труда не составит. Дальше я хотел бы с вами поговорить о вот этой пластиковой крышке. У нее есть обязательная, отличительная черта. И вот такие прорези в виде лепестков. Эти прорези, это, опять же, очень важный момент того, чтобы понять. Реплика перед вами или оригинал. Если эти штучки в форме лепестков нарезаны на крышке, это, скорее всего, оригинал. Если они треугольные по периметру или круглые, ну, то есть, неважно, какие они, любой другой формы, не такой, как это задумано производителем, то это реплика. На самом деле, все даже довольно просто определяется, как должна выглядеть эта крышка, нарисована на упаковке. Ну, вот здесь вот с торца, в инструкции везде. То есть, если вы видите, что у вас на изделии крышка не такая, как везде указано на инструкциях. Это реплика. У нас пока все хорошо. Переливающаяся печать присутствует. Крышка нам говорит о том, что у нас, опять же, все в порядке. Это, скорее всего, оригинал. И больше нам ничего не остается, кроме как открыть эту штуку и установить где-нибудь в нашем автомобиле. Кстати, в некоторых автомобилях японских место под нее, можно сказать, предусмотрено заводом. Здесь на некоторых моделях «Лексус» и «Коша» вставляются в воздуховод в районе ног пассажира. В маркообразных, насколько я знаю, заводского места, куда можно было ее удачно прицепить, нет. Поэтому нужно думать самому, там, на стяжку или на двойной скотч, куда вы ее прикрепите. Но, желательно, куда-нибудь поближе к воздуховодам. Итак, что нам, в первую очередь, говорят, сделать? Открыть крышку за чеку. Дальше, судя по всему, надо что-то сделать с пластиковыми заглушками. Вытянуть какое-то кольцо. Очень интересно, насколько общался с людьми, у которых были и «Коши», и они ими пользовались. Они все, кроме как открывали крышку, ничего с ними не делали. Интересно. Ладно, я думаю, когда мы откроем это дело в машине, мы разберемся. Потому что, на самом деле, если верить инструкции на самой этой крышке, ничего больше делать не нужно. Один – открыть чеку, два – отвернуть ее. И все. Поэтому… Кстати, тут под этой крышкой есть еще какая-то бумажечка. Давайте на нее посмотрим. Это… Да, смотрите, здесь написано, чтобы избежать протекания, открывайте устройство с другой стороны. Ну что ж, мы ослушиваться не будем, сказано с другой стороны открывать. Значит, будем открывать с этой. Предлагаю переместиться в машину. И я вас всех приветствую на борту моего сотого марка. Что ж, по вариантам крепления и коши, какие есть у нас варианты? Некоторые, я знаю, любят прямо на стяжку вот сюда прибабахать ее. Но я считаю, что это как-то не супер красиво, если у вас клинлучный салон и вот здесь вот белая блямба такая. У некоторых получается как-то закрепить там к воздуховоду в ноги пассажира. Я, признаться, не разобрался, как это сделать. Я поглядел. Не похоже на то, что там можно было бы куда-то ее расположить. Может быть, я не сообразил. Это вероятно. Я... Ну, короче, это может быть проблемой во мне, а не в том, что там нет места. Также популярное решение, это когда у вас есть подстаканники такие в дефлекторы, в них поставить. Я почему в первую очередь, конечно, смотрю в сторону дефлектора, потому что, понимаете, если у вас меловой ароматизатор, лучше бы, чтобы его обдувал воздух и тем самым распространял его там по всей машине. Вот. В общем, видимые части, по моему мнению, отпадают. Надо сделать скрытую установку. И тут я вспомнил, что в марках же есть еще одна дуйка, которая, извиняюсь за выражение, дует в яйцеводителю. И я решил, что это самое лучшее, потому что ее не видно, и это будет работать. И поэтому... Вот она. И сейчас я еще пока не притянул, но, в общем, к этому дую под рулем, будет она притянута. Я еще и само собой не открывал, потому что мало ли вдруг из нее еще потечет что-нибудь, а я ее еще не закрепил. В общем, вот так. Я принял решение, что установка будет такой. В общем, Эйкошу я уже приоткрыл саму чеку консервной баночки. Решил до конца не открывать, а вдруг пахнуть будет сильно. И в итоге, если вы помните мое предположение в самом начале, что... Как это может переводиться, что это шаур-колон, это одеколон после душа, или одеколон с запахом душа, это оказалось очень близко к правде. Пахнет. Примерно, если вы можете себе представить, как вот если вы в отеле заходите в душ, там есть характерный запах вот этого типа душа в отеле. Вот так это пахнет. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Ну вот, господа, чуть не дезинформировал вас. Это, почему меня и смутило, что слишком много шагов, не инструкция к применению. Действительно, инструкция к применению — это всего два шага, которые указаны на самой жестяной банке. Открыл крышку — молодец. Это инструкция по утилизации. Я сейчас после видоса внимательнее просто посмотрел на эту карточку и смог таки разобраться. Это инструкция, как полностью разобрать данную банку и все ее составляющие на отдельные материалы. То есть, как удалить металлические элементы, сложить их вместе, как удалить пластик. И дальше вот здесь они разгруппированы. Каждый, что это за материал и за что отвечает. И указано, под буковками помечено, куда их правильно утилизировать. И написано, пожалуйста, здесь не выбрасывайте это все вместе. Вот узнаете, что куда отнести. И здесь даже в заголовке написано, что типа внимательно прочитайте, чтобы все руки не поломать, когда вы ее разбирать будете. Поэтому вот так. В целом, наверное, сортировать мусор в Японии это нормальная движуха, более распространенная, чем у нас. Честно говоря, я не знаю. У меня есть друзья, которые в России сортируют мусор. Им, конечно, респект. Я знаю, что в Южной Корее точно распространено. Но судя по тому, что инструкция по разбору и правильной утилизации есть и японская, в Японии это, видимо, тоже сейчас актуально. Теперь уже точно все. Счастливо.